вот такой а так ладно дальше вот смотри вот такой матрас у него 248 800 треугольников давай начнем с того какой у тебя комп железо какое понимание было господи 7 65 00 т по моему 16 оперы так видеокарта rx 550 м дж на 4 понятно грусть в курсе ну это же в любом случае будет в поле переводиться мне главное сейчас вот вот она это сама текстурка вот мне надо сделать развертку на ней чтобы сейчас секундочку чтобы вот в этих ну скажем вот эти швы которые знаешь на матрасах на садеп овских но чтобы на них можно было нарисовать там какую-нибудь бабочку ну кусочек тряпки нарисовать они модели ки и вот все больше не в принципе ничего не надо как по большому счету именно от этой модели ну естественно в лоу поле и сделать чтобы впихнуть тебе нужно тогда идеальный ты сейчас короче берешь и делаешь лукольку хорошо объясняет давают этот ум враг уберем у него по этот максимум убираем а почему он у тебя именно такой был тогда марксин ну я так порезал а почему не знаю потому что сейчас секундочку покажу давай скинуть можешь этот матрас мне ну хорошо давай как нибудь его там фбиксом не blend лучше короче blend файлом и желательно чтобы с текстурами да 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 чтобы текстура была она у меня есть сейчас надеюсь места хватит да вот так и текстурки да не так он запакованный с текстурой там что то есть даже так да я просто хочу я чего и запись включил чтобы визуально ты мне показал что что мне делать вот как это сам самому потому что я видео это смотрел на меня хоть и треснет примеру если у так взять да примеру этот блин где этот вот так если и отмечать здесь все то смотри что у меня за фигня получается видишь не понятно что если так и тут понятно давай демонстрирует свою демонстрацию появился короче два варианта первый сделать развертку на хайп ольки второй вариант сделать лук ольку на нее перепечь вот эту текстуру после этого на этой текстуре взять и дорисовать что ты хочешь соответственно каким образом развертку делать у тебя она зачем так много но это делился дива дам я новичок есть пока так а у тебя эта текстура накинута таким образом через шидер эдитер вот бокс будет не так на короче в этом пускай будет флэтом о чем разница да ни в чем принципе нет короче смотри у тебя эта текстура сейчас просто накинута да каким таким вот образом это нормально для блендера но в другое место ты это нормально не перекинешь тебе нужно по-любому делать лопольку но это понятно вот как так для этого польку и потому что я смотрел там ну видео ютубовский ну блин не подходит под мой вариант там вот берут уже готовые эти господи готовы готовые текстуры диффуз нормальный шероховатость уже не берут и запекать на них ну вернее делать с ними уже лоу поле а у у меня нету такого вот у меня есть модель у меня есть такая текстура вот как не из этой ситуации выйти блин ну хорошо есть у тебя такая модель есть такая текстура хорошо поехали тогда а вот это можно как-то убрать такие разрезы вертикальные да сейчас я попробую это сделать так это надо скрыть 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 если что у меня есть матрас такой не свернутый если легче так будет что я потом смог повторить ну вот я короче выделяю крайне видишь после этого я выделяю сейчас центр то что у меня было выделено крайне я теперь достаю из скрытого скрытого достал и теперь скрываю все все... подожди ты можешь cons с или через да через h я сначала выделил по кругу кольцо из a japanese из фейсов скрыл нижнее кольцо скрыл потом выделил все среднее и получается достал все скрытое через merom он мне соответственно это сразу же выделяет потом я нажимаю shift h и скрываю все кроме выделения вот у меня сейчас это ей скидываю выделение выделяю ринге таким вот образом то есть все все edge видишь я выделим а сочетание клавиш можно говорить control alt клик ну вот control alt клик он ринге если просто сальтом он лук выделяет так он выделяет ринге все его не этого select select loop мне не надо короче вот они выделены после этого мы нажимаем select и нажимаем чекер деселект он выделяет через 1 но как-то плоховато конечно сейчас смотрю да нужно взять вот так вот что вот он выделил их через один то есть здесь один не здесь один выйдем после этого мы выделяем лук или клуб и друг бум он лупы по кругу после этого мы нажимаем control x и растворяем и джи дальше опять выделяем ринге только вот этот желательно крайне чтобы выйти ринге опять нажимаем select чекер деселект он выделяет через один блин все-таки было правильно так или чекер деселект дальше но лупы выделяем дальше control x убираем дальше опять чекеры ну и так далее можно короче чекере назначить но блин я иногда мне проще так сделать а ты можешь мне сказать назвали а ты можешь сказать название аддона которую сейчас сейчас у тебя в круге выделяет но и как бы я тебе показал где это лежит ты ты должен понимать как работает блендер потом уже обрастать аддона а я понял вот опять то же самое день выбираем то есть если мы нажмем 6 чекер деселект чекер деселект вот вылазит у него комбинация мы ему говорим выбрать по одному через один то есть соответственно надо выбрать по одному допустим но видишь если тут вот такой комбинации заниматься он будет фигней страдать на давай здесь не выбираем по три через один на все пробуем пошевелить может он что-нибудь такое подберет между короче он сбивается и правильно еще раз снова чекер деселект через один проще то есть тут точно не собьешься через один выбираем чтоб она меня крайне дальше выделяем лук и после этого control x то уменьшили ну и в принципе я не знаю давай ради интереса посмотрим сейчас чуть сеткой но более-менее уже стало равномерный до такого момента можно оставить дальше делаем развертку выбираем верхнюю выбираем нижнюю вот он давай лука получится не получит так надо наверное попробовать все таки вот так выделяем по луку и не спейсов скрываем выделяем здесь лука из поисков скрываем теперь выделяем соответственно вот эту всю пачку почему да все правильно выделили верхнюю пачку здесь есть выделить по периметру можно селик 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 лук и серик boundary лук вам он нам выделяет все по периметру делаем control е марк 7 вам добавили соответственно выделяем теперь верхнюю часть блин почему он выделяет то и все пролетает так хорошо странно конечно давай выделим этот и скроем нас я не понимаю почему пролетает по идее это разрушил вот опять соответственно селик стелик лук boundary лук вам по периметру выделил делаем теперь все показываем и поехали нам нужен шок где-нибудь в этом месте один шок было ради интереса сделаем еще один стол блин каким образом это потом еще будем текстурить я даже не представляю и еще раз делаем шов таким вот образом вот после этого мы берем выделяем все выделяем все нажимаем андраб там делал развертку ну блин его пока союбило как кого ничего не он вас посмотри на этом он где заворачивается видишь пошли горизонтные линии неправильно пошли но рисунок неправильно лег не вдоль и как бы на искать же ну правильно потому что как бы он сейчас сделан шейдер сделан по развертке то есть нужно взять сейчас сделать вот эту штуку положить так же как ты и вложил нажимаем control-t появляется такая вот окошко за место вот этой текстуры поставляем вот эту текстуру ту которую ты использовал дальше сейчас я так это длину здесь надо сделать ему чтобы он по объекту сделал собственно как было так и стал вот это это у нас по объекту вот можно каким образом тут попробовать сделать то есть если это у нас по объекту она у нас повторяется все время то давай мы развертку включаем откроем нашу детскую часть мы делим все и вот вот у нас развертка из-за того что у нас у тебя короче матрас он скругленный она вот такого плана ее можно выровнять но блин я не знаю как ты это будешь выравнивать без аддонов но если если не выравнивать а ну что и он ее нужно будет выравнивать а и нужно будет да потому что иначе это будет коряло вот и допустим сейчас уровень эти два устава это все надо оптимизировать как что тоже у бога как-то но может быть и нет нас уйдет короче в себя блин короче что-то сделал или не сделал давай отмелся не отмелся тоже в полозах песенки напеваешь но но память вроде не жрет нас все нормально но но это что-то произошло происходит релакс 6 островов вроде сделал какой-то релакс так выделить сами посмотрим но там короче что-то странное делал но блин не поняли почему так стоил так стать ручь стричь вот с этой хайп олька видишься и работать неудобно она очень плотно грубо говоря вот запаковал на теперь я могу по этой хрени красить вот это вот то что сейчас у тебя есть этот матрас я могу его запечь на эту лоу польку ну вот в смысле даже не на лоу польку а вот на эту текстуру ты еще какими-нибудь программами пользуешься кроме блендера нет пока только блендер вот короче тебе нужно взять и допустим использовать тот же самый какой-нибудь мармасет чтобы запекать да 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 скачать пиратскую версию из ну это это понятная мармасетом и хотел это делать не сейчас главное вот сделать так чтобы на модели было нарисовано вот идет эти я понял тебя что ты хочешь это все понял короче смотри вот у тебя сейчас существует есть развертка есть текстура так тебе нужно допустим сделать новым здесь верхом здесь верхом и давай мы запаковку сделаем поинтересней здесь нужно маг марджин лечить сделаю в четвертку как обычно и делаю так и здесь запаковать вот он запаковал сейчас расстояние есть небольшой у нас есть запакованная текстура мы создаем новую картинку и мэйдж не размер будем делать ну давай там чтобы это было быстрее в принципе у меня это будет на 20 2048 пусть будет 2к вот он черно стала подожди подожди секундочку но сейчас мне тут так да переключился на тебя вот врач вот у нас текстура она чистая мы берем ее перетаскиваем вниз ну вот она у нас тут чистое теперь шейдин шейдин мы переходим на бэйк переключаемся на тайкл желательно чтобы было переключились но я не знаю как ты там будешь это запекать переходим в бэйк вот нам нужно записать давай этот будем запекать diffuse diffuse это карта цвета соответственно нам больше ничего не нужно давай завид моды выйдут мы будем запекать именно на ювишку вот собственно давай здесь увеличим побольше 64 сделаем это расстояние между островами он будет заполнять все нажимаем бэйк он перепечет информацию сейчас с нашей модели на которой есть сейчас текстура на вот эту текстуру относительно развертки которую мы сделали собственно вот такая вот хрень вот но фишка в том что он нам всех это сделал на получает питая нам все это вместе со светом с освещением со всей фигней там с рефлексами со встречами я беру морочек это нам не нужно это вообще это не тот вариант который нужен соответственно нам надо чтобы он нам запек чистый чистую текстуру чистый diffuse без света без всего это гораздо проще взять переключить вот этот бэйс колор вот сюда вот вымешиваем свечение соответственно у нас с матрас начал излучать свет вот ну и цвет то мы можем спокойно запекать и и миша то есть вот и мид это свечение соответственно свечение будет печься намного быстрее то есть мы можем спокойно взять и уменьшить вот это вот количество сэмплов ну не знаю там давай до 1 1 0 2 4 из 4 до единицы опять же делаем активной текстуры на которую будем запекать нажимаем байк он на пропекает свечение махом но можно даже еще меньше сэмплов делать это будет еще быстрее сами мы получаем запеченную текстуру матраса то есть смотри а я сейчас если порисовать на матрасе на самом тоже получается но ты там что мы запекли будет нарисовано то что то что я сделал да вот и вот сейчас запекли теперь я нажимаю и маешь сохранить как и сохраняем этот эту картинку сохраняем вот теперь у нас вот эта картинка она у нас наложено по объекту помощью просто по координатам того что какой есть объект соответственно мы отключаем свечение отключаем это вообще отсюда и накладываем вот эту штуку вот эту штуку туда в бойского по ювишки вот результат у нас запеченная текстура и получается вот она текстура мы можем спокойно прямо в блендере зайти в режим пайнта нижняя 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 давно тут ничего не рисовал и рисовать по ней зеленый какой хочешь интересно блин то он тут умеет не сюда блюр не завезли не завезли нифига или забысли не завезли прочь вот такая штука а потом вот этот с этим рисунком не заново перепекать надо или как почему берешь сохраняйся ты нарисовал то заново у тебя уже будет готова а ну тут сетку покажем а это просто потом эту картинку сохраняю и она у меня уже надо 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 вот мы переходим на режим рисования на чем сетку подальше так писать понятно блин почему сетку показ а вот нифига себе дисплей текстур по интернету вишку можно прям так рисовать и куда угодно любое место можно подлезть хоть туда закручены где понятно теперь это еще повторить надо самостоятельно вот но блин если ты собрался если ты собрался делать из этого лоу польку то лучше сделать лоу польку конечно лучше ну то есть вот у тебя и есть там матрасня у меня движок пошлют куда подальше ну да 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 ну то есть это немножко короче странно короче не знаю мне кажется немного это странно то есть пытаться сначала на модель накинуть вот эту штуку даже не так правильно короче вот у тебя есть матрас там ты на него накинул каким-то образом текстуру вот эту да натянул есть и потом ты его закрутил до вот вот а он же вот этого текстура она же реагирует на то как ты объект изменял ну смотри я когда-то пытался мне туннель надо было сделать да я сперва закрутил туннель как мне надо будет и я наложил на него текстурную кирпич наложила получается у меня как-то треугольниками местами он пошла сама текстура но некрасиво смотрелось а когда я наложил на прямой туннель текстуру потом наложил текстуру а потом аж только закрутил ну тогда она у меня легла ну так как и должна лежать как обычная кладка но я сделал вывод что лучше мне наложить на прямую напрямую вещь на ровную а потом уже ее там крутить и сгибать ну что ну я тебе сказал почему ее на ровную наложила потом скрутил но так я понимаю но ты когда я скручивал тебя текстуры ты не полетели никуда ну вот как видишь но я вижу что они у тебя полетели а где полетели подлезь подожди рад сейчас секундочку я у себя ли она как она у меня выглядит я перехожу вот дик над любишь и здесь подключаю обратно то вот как у тебя текстуры было она вот здесь подлежит вот она видишь потому что вот это вот режим наложения flat она по сути берет и накидывает на токах виде то есть она просто ну вот грубо говоря ведь сверху и она бросила текстуру на вид сверху все а там она вот здесь вот где она спроецировалась то есть вот ровно до середины до середины она проецируется до максимально выбирающей части а дальше она делает бабочку у меня нет такого запекания у тебя такое получилось вот я смотрю на мою модель у меня абсолютно все нормально ну сейчас я сделаю экран сфоткаю покажу меня и так я я могу тебе открыть и вот этот вот тут она да нормально странно но видишь о чем я говорю но и трепет всем ну ладно давай тогда по-другому на когда это делать почему он сделал так он сделал так почему почему короче ладно если у тебя там все хорошо то надо сделать как надо короче вот этот матрасняк мы берем этот матрасняк короче тебе тогда надо делать дубликат матраса делать лоу-поле или кат ну нет ну либо эту короче вот этот матрас дорабатывает либо делать дубликат матраса то есть вот сейчас вот есть этот матрас control c да и вот допустим я сейчас его просто закинул в этот проект тут у тебя ровненький действительно до control в вот он я его суда скопировал то есть у нас сейчас существует 1 матрас существует 2 матрас вот 2 матрас соответственно мы на нем она я текстуру не сохранил вот у нас на нем бабочка вот а на этом на этом бабочки нет так то есть мы берем соответственно выделяем 1 матрас потом выделяем 2 матрас так соответственно заходим опять таких бэйк переходим сайта выбираем режим гп ушки а нужно короче подключить здесь соответственно вы мишин подключили вы мишин свечение вот он начал светиться у нас теперь мы берем этот матрас открываем мяч берем значит 1 берем 2 так и тут главное не перепутать здесь выбрать активную текстуру нет ни в этом матрасе здесь матрас вот это должен быть активно на который будем запекать на нем выбираем текстуру чтобы она была активная заходим в бэйк в бэйк выбираем свечение и мишин изменяем конечество сэмплов нет не стесняет вот количество сэмплов делаем 256 путь будет так динайзинг не нужен и собственно печем свечение здесь главное поставить select it to active то есть с выбранного на активный выбранный получается куб а активный кубок куб 0 0 для дата да вот и печем соответственно тут выбрана активная текстура нажимаем бэйк все он пропечется есть вероятность того что будут артефакты но как бы я думаю что они должны быть вот за петли собственно там ровненько на ровненько я вот тоже как вариант но и тут как без разницы ты будешь делать либо ты вот эту используешь как лоб ольку то дефект был при этом то не страшно но если в углу то собственно что я там хотел сказать дел делаешь лоб ольку и перепекаешь а потом красишь либо хорошо давай сделаем лоб ольку покажешь или нет блин ну короче или вот это прорежать надо или прям вручную сидеть и промоделивать все в уголе я только так это вижу вот прорежать соответственно поехали давай мы подожди подожди вот как вот делают хай поле из нее потом делают лоу поле через десимейт или как там да это фигня сетка же корявая будет ну да ну ну давай ради интереса давайте снимает вот у нас есть вот эта фигня у нас но причем видишь она же на ней у нас на ней что есть у нас уже на ней есть развертка давай сделаю дубликат чтобы и отодвинем и он сюда в сторону ты шипеть начал что-нибудь скажи говорю вот через десимой едет ну давай поехали накидываем десимой так и смотрим на то что будет происходить сеткой можно тыкнуть ему ансадив и сделать несколько там подразделения ансадива но это странно будет очень-очень просто странно как вариант конечно а это это этот скрепляет у тебя на чем-то и скрипал короче я раздувал матрас с помощью этого в тканях ну надувал понял ну да я понял а это ну просто соединил две точки но если это короче эдж да что его будет удалить а это как бы грязная геометрия внутри не допускается видишь часть сеткой происходит в этих местах так что когда бы в принципе то можно сделать там через сабдив там через счета но как бы ничего хорошего то есть немножко можно попробовать но ретопологию когда ты будешь делать вручную он даст более лучший результат то есть вот вся вот это вот это вот мусорная здесь геометрия которая есть она в принципе не нужно так что если сделать через коллапс момент у тебя было слышно стало ну понятно что процессор не считает а вот этот не это через коллапс здесь сделать развертку блин это вообще будет адовая хрень не полнейшим полнейше планарно но тоже какая-то шняга ансабдив но более-менее вот если делать ансабдив может быть только вещь и чё сбоку делать вот тебе и как бы весь ответ на то каким образом делать развертку я понял а как а как вручную на вот этой модели ну на скручено делать этаж ротопе имеют это же вообще там сдурить можно будет особенно там внутри ты разворачивать будешь и вот этот матрас нет вот он будет модель раскручена и закрученная все ты дал как будет валяться таким будет так это для x-ray движка для stalker там он не будет крутиться но раскручивать сами виду но короче ладно я тебя понял вот примеру сделать ротоп вот но на такой на скрученная модель от как как лучше его делать удаляем мальчик от прочь у нас существует модель но существует какая-то модель к нам нужно сделать ротопология вот чтобы сделать ротопологию кроме как допустим ты знаешь только блендер на начали нажимаем но до нажимаем создать где у нас play вот у нас есть play так давай мы плейн поставим в эту же точку мы курсор туда отправляем и отправляем плейн в ту же точку курсов бам-бам теперь заходим в этот мод непосредственно плейн самому нам выделяем плейн скелим его до какого-то размера нам до какого-то там верим по иксу не ставим его куда-то вот еще можно по игре выбираем нам нужно чтобы этот плейн прилипал к объекту это можно сделать либо с помощью модификатора shilling wrap можно еще сделать это с помощью магнита то есть вот есть face project здесь нажимаем project individual face элемент соответственно теперь когда мы будем брать например какой-то вертекс и зажимать то есть если мы просто двигаем то ничего не происходим если нажимаем control то он начинает прилипать то есть мы активируем магнит не здесь то есть если мы сейчас тут магнит включен если мы начнем двигать он у нас будет автоматически перелепать нам автоматически не особо надо потому что иногда нужно просто пододвигать дальше здесь есть тут нет короче настроек вот он у нас будет прилипать сейчас непосредственно к матрасу если мы будем нажимать control так соответственно нам давай нажмем магнит чтобы он работал постоянно тут ты просто визуально понимал вот дальше помимо этого нам нужно сделать желательно модификатор shilling wrap то есть мы включаем shilling wrap вот и выбираем здесь пипеткой наш матрас вам вот выбрали соответственно теперь с помощью shilling wrap у нас вот эта штука будет прилипать независимо от того будет включен магнит или нет но она будет прилипать именно к матрасу вот это значит второй момент помимо этого нам нужно чтобы ну как бы видеть вообще ну вот видишь plane не стал повыше он стал повыше потому что а он мы не видим что он прилип надо вот здесь поставишь он прилип то есть он он нам будет реал-тайма показывает где сейчас находится реально вертексы и то как работает шингура подключили вот он показывает где он сам на самом деле нажимаем он показывает где он применением shilling wrap а так работать не особо удобно его обычно можно чуть-чуть приподнять то есть с помощью а вот мы смотрим сейчас на ну давай начнем чем там экструдировать то есть вот я экструдировал ну вот и он начинает короче какой-то дичь творить алайн тура touch таргин давай еще вот так мы сделаем да не будем здесь вот это тоже нужно по скейлу чтобы если вдруг мы скейли чтобы он тоже прилипал теперь если мы будем все это двигать он у нас будет это магнититься но нам смотреть на эту сетку не особо удобно чтобы было удобнее смотреть на эту сетку мы заходим в настройки вот тут здесь вот здесь вот нет не здесь вот здесь вот и здесь в настройках viewport display можно выбрать цвет мы выбираем цвет ну да сделаем трассе чпанька здесь выберем показывать объект вот он стал розовеньким вот можно взять этот объект которым мы делаем ретопологию поднять поверх его то есть если мы нажмем вот здесь in font он у нас будет поверх всего и мы будем на него смотреть любого ракурса и он у нас будет всегда будто бы он поверх всего мира но 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 вот так вот снизу на него смотреть неудобно потому что мы видим обратную сторону пейтов соответственно нам нужно сделать так чтобы мы не видели обратную сторону фейс мы заходим в настройку сюда и нажимаем бак фейс колен то есть он нам выключить пока показ задних задней стороны нажимаем галочкой мы не видим заднюю сторону фейс теперь дальше если мы начнем сейчас экструдить вот в это место в это место то мы перекрываем нашу геометрию хай больно то есть все мы сейчас вот на этот матрас смотрим что это хай полька то есть мы можем прям взять вот этот куб который мы выделяли до 1 давай вот этот вот мы его можем обозвать именно куб нижнее подчеркивание т.п. но лучше написать хик хай пик а вот это вот сетка которую мы начали делать мы и ножом называем куб нижнее подчеркивание углом все вот у нас есть хай полька есть слоу полька можно даже создать ради интереса здесь новую группу коллекцию на эти скрыть все они мы сейчас будем работать только с этой коллекции соответственно вот на нам мы заходим в этот мод и мы не видим насквозь каким образом можно увидеть насквозь можно врубить печать и отключать рентген блин это перечелкивание она иногда тебя зависит но опять же мы же сделали цвет соответственно здесь мы можем изменить альф и делаем прозрачность да теперь мы видим и нашу нашу наш детку которую мы делаем и будем видеть что у нас снизу да соответственно мы можем спокойно брать этим инструментарием блендера и делать полноценную ретопологию нашей модели то есть вот этот это мы поставим на края вот здесь вот так подвинем это все ну опять же сильно перегибать палку цветопологии как бы не надо то есть вот тут у тебя ямка ну все можно в это место поставить тут возвышение того в этом месте не ставим там два этих дополнительных ребра на дальше здесь это пододвинули на возвышение здесь экструдия мы ставим тут у тебя вроде как и жестко а вроде как и какое-то скругление есть вроде как есть какое-то скругление но это уже ты там сам будешь решать насколько тебе делать насколько полигонально делать эту сетку дальше я обычно включаю вот здесь вот вот здесь чтобы можно было если чё аккуратно так где-нибудь пододвигать чтобы этими горячими клавишами там не заморачиваться не полно дальше экструдируем продвигаем вперед у нас за счет того что магнит включена у нас прилипает за счет того что шлинг в раб он у нас точно прилипает и ложится прям вообще идеально по форме дальше здесь вот есть момент нам нужно дойти вот до этой части где начнут сворачивать экструдируем приподнимаем до части где начинает он сворачиваться соответственно если мы сейчас не выключим магнит то нам вот эти продвигать будет тяжело мы вырубаем магнит и просто двигаем их вот так вот вручную чтоб они у нас с помощью магнита никуда не прожектились блин вот эту штуку я не люблю у меня свои горячий клавиш этот по иксу выравниваем сюда подтаскиваем а вот выравнили по иксу и здесь все с прожектируется ровненько дальше нам нужно теперь переползать тихонечко наверх мы берем вот эту центральную часть экструдируем не поднимаем наверх то есть как у литкой получается ее ну-ка на 5 экструдируем и приподнимаем ее куда-нибудь наверх при этом периодически лучше шеренгбра подключать но вот я сейчас отключу и посмотрю где у меня в реальности находится вот этим вертекс и соответственно опять экструд можно покрутить экструд покрутить экструд крутим но нет смотрим где то есть если даже вдруг где-то у тебя там будет несовпадение когда ты наш включишь шинграб он один фиг это приклеит хорошо можно брать и делать я не знаю стандартном модификаторе можно делать дубликат к тут чем есть в настройке а вот есть дубликат ты короче делаешь дубликат а первый применяешь вот первый почему он не применяется они как вот этот вот этот верхний на тут давай из-за детмода быть тут ну вот оплайн помч применение вот но заходим все применили он шин ура применил и теперь если мы его отключим у нас вертекс и будут но там же где и были то есть они уже приклеились все да 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 а шинграб второе у нас для чего скопирован ну чтобы мы второй раз не создавали опять эту же хрень лишь улетела вверх в труд полетела вверх где нему понять вот ты крутишь да шону крутится я смотрю девочка крутится но тут и крутишься через р правильно но вот смотри вот я поворачиваю их че он заворачиваю то есть они же все равно должны как бы друг за дружкой идти да все да 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 все их чуть-чуть подкручиваем тут еще раз полонючник струт все вот тут наверное даже можно вот эти удалить так мы берем мы берем короче берем поделяем вектор нажимаем shift control но в смысле plane нажимаем shift control вы делаем до следующего этого угла делаем шинбера подключен на shift д опускаем вниз и можно короче нажать с z минус 1 он нам прочее сделал вот эту штуку развернул ну как бы вниз и форма и нормали вывернуть да нет нормали но и нормали вывернуть да то сейчас они не вывернуты мы берем и выворачиваем дальше вот это место мы берем и соединяем бриджом то есть выделяем это берем это нажимаем edge bridge edge лук вам целый бридж такая что получилось вот это мы считать сделали практически такую фиговинку все соответственно мы теперь берем с этой стороны мы можем взять полностью вот этот весь лук прям даже наверно до сюда сделать экструд вытащить его немножечко наружу можно нажать шинграб мишу прилип соответственно нас это устраивает хорошо можно его отключить сделаем ту же самую штуку сейчас этой стороной экструдируем отодвигаем немножко в сторону и 5 очень приклеиваем но лишь корявенько в это место получилось мы берем делаем соответственно дубликат эту в режиме были на почему он так не умеет применять опять заходим сюда так выделили прям почему-то все выделилось весь периметр мне не надо выделяю только край вот этот вертекс я на него буду ориентироваться выравниваю по игре и пододвигаю краем хорошо не тут точно так же можно прям вот эти вот выделить то есть раз они не дошли их чуть-чуть пододвинуть соответственно все что не дошло можно все пододвинуть ну а лучше это делать конечно с магнитом то есть если мы сейчас магнит активируем мы просто вертекс и в это место счет пододвинем на матрас не над лично на все все ровно к чётенько вот дальше что здесь перебор там выбираем это выбираем этот закрываем по периметру у нас такая штука получилась здесь здесь вот эту часть можно прям брать вот так вот экструдировать сюда так короче наш что сделаем зайди в дискорд в настройки звука и в настройки звука включи режим блин нашу шумодав хотя бы стандартный просто включи час секунду а то ты когда замолкаешь он получается в микрофон начинает шипеть и пытаться там что-то уловить вот такая вот фигню ну ладно мы сейчас с этой стороны заканчиваем аддон такой говорит это у тебя там за дом такой да я я скачал аддон из-за того что у него адекватно написан написан код я его под себя просто переделал ну вот эти вот это вот менюх который я понял я сам под себя настраивал так а чего а все на царе режим включился на горячий получаем полетает ну да поймут а ты уроки не пробовал записывать зачем неплохо получается тебе серьезно он то что ты мне рассказывал я сколько неделю шерстью интернет адекватного еще ничего не нашел да не знаю там есть короче видосы по ретопологии это вот и не сейчас реток говоришь вот самое начало про эти про развертку там ну такого я не видел потом про то что внутри edge до edge тоже нигде не написано что их убрать изнутри надо ну то есть их не должно быть внутри этого нету единственно что где-то я слышал что внутренне ничего не должно быть но это было при работе с зеркалом ну когда зеркало зеркало модификатор это когда-то слышу все больше ничего за внутреннее пространство не слышал нигде ни у кого попробовал бы я как-то одно время стримил ну блин не на что нету на это понимаешь когда ты начинаешь работать у тебя времени мне остается просто не нам что но прочее эту сторону сделали соответственно тут эта сторона я так полагаю что если мы сделаем вот так ничего такого не будет я просто но ты понял чай сделал да я взял на это от мира дел по папку и все вот здесь открою да не хватает часы вернуть обратно и теперь увидим можно можно короче вот здесь вот сделать я как ножичком так прорез и сделать он туда куда-то прилипнет и его просто отодвинуть немного и взять их тут их с коллапсить в это место чтобы и вот это чуть-чуть туда буквально вот так утопить вот чтобы при запечке там могут короче возникнут артефакты внутри чтобы их не было там внутри у этого матраса но ты же его типа будешь планировать но не будет он же дырявый когда ты в него так будет выглядеть все может быть ну да если короче ты планируешь его сделать дырявым внутри но тебе надо внутри его закрыть чем-то то есть ну грубо говоря вот здесь мы сделали шов нам да вот здесь вот он хорошо прилегает друг дружки тут как бы будет нормально а в какой-то момент так давай открою вот а в какой-то момент видишь вот здесь у дыра становится сквозной ну тут вот это место можно взять одну сторону и взять другую сторону и бриджом это сделать туда то есть грубо говоря давай я сделал час мира тренинг вот этот центрально она не жанна не удаляем а здесь получается давай надо только нормально выбрать вот это тут для серии сделать так никуда не буду ввести не здесь получается на тоже там шарик сидят и правильно там делаем ну что где сделал там здесь где-то рез на так вот и вот 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 так и соответственно мы берем так только пять граней тут сколько у нас тут пять выделяем вот этот соответственно по кругу округу до сюда дойдем мне нибудь с этой стороны надо выделить также так она и нажимаем где он там брича шелук пью и он фигачит нам бридж туда вглубь вот subdivision удалить швейн граб машин граб конечно блин почему-то козлить немножко ангра не будет козлить так здесь мы делаем соответственно дубликат здесь мы применяем мальчик отходим сюда вот нам нужно по идее сделать хотя бы два лупа посередине там так вот блин ну опять же это из-за магнита я понял поэтому магнит вырубая не внутри вот они наша лупа теперь мы давай вот этот выровняем по игреку и вот эту выровняем по игреку все теперь мы уберем не скейлим также по игреку немножко в сторону чтоб он нам немножко форму сгладим даже можно еще чуть-чуть по игреку стрим так вырубаем заходим в настройки и вырубаем этот шейдинг это тот делаем сюда в ноль и прозрачка убираем все вот мы получили был только не выделить все чистого польку нажимаем сможешь короче есть в блендере я не знаю у тебя какая версия тоже 3331 по моему сейчас скачай если у тебя 331 то максималку качаем за 3 вот самая последняя сейчас 333 вот ее скачает там баги пофиксили у нее есть если ты нажмешь shift блин а ну право это меню блин вот этот блин как она вызывает контекст на минут чего а вот контекст на меню короче контекст на меню у нее есть видишь шейд смуз вот это короче шейд смуз это вот так вот буду ну я понял да да а есть шейд смуз шейд смуз вот этот вот ты выбираешь его но угол здесь ставь больше ну допустим там сто восемьдесят пускай мой блин 08 написал 182 сделал 180 то есть он тебе его сгладит но при этом будет авто смуз такой авто смуз этот тебе очень поможет вот в этом плане то есть вот здесь острые острые грань здесь нужно обязательно делать карт по идее кого кого делать контроль е и вот этот марк шар вот то есть делаешь шар блин челна сегодня собрание-то не будет уже пять часов осенний пятница то вроде когда на где собрание очень тес вот можно наверное не делать то есть ну блин очень ладно давай лучше лучше ну давай если короче мы делаем хап то у нас там весь жесткая грань появляется но соответственно запечется в этом месте лучше тут один фиг нужно будет делать разрез ну давай не будем делать разрез подожди а есть а если между вот этими двумя лупами сделать посредине разрез и чуть-чуть опустить что вот не было два угла по 90 ну да вот здесь вот можно короче дать это немного но он видишь у нас сейчас шеренграв включен он будет нам пытаться это все примагнитить это да короче мы берем сейчас то есть мы закончили по идее с 3 топологии мы можем взять и применить этот модификатор чтобы он нам больше не мешал никаким образом вот и для пилить чуть-чуть и геометрию то есть вот здесь вот вот тут вот можно смело добавить разрез 1 то есть мы просто выделяем эти джи накинулся девайки включаем он нам делает это вот это дополнительно не чуть-чуть припадать подвигаем вот так соответственно тут чтобы не было ангонов мы докидываем треугольник слушай если из вот этой квадратной сетки сделать ну треугольным ну разрезы треугольное можно этому смысле она же значение не имеет тут что так что также треугольники остаются одинаковые и речь а она имеет значение сейчас объясню все сделали такое и сейчас получается чуть-чуть скейлим по y вовнутрь вот так вот так намного лучше смотрите смотри перед тем как запекать нужно будет по-любому делать треугольняцию выделить еще коряво я вижу конечно есть ну так все красота блин пойдет вот накидываешь перед тем как x и экспортировать и запекать накидываешь триангуляцию модификатор и соответственно и он будет ее сразу триангулировать при экспорте но точно так же контролем ты можно сделать если ты сделаешь control-t тебе будет неудобно работать с геометрией после то есть ну давай вот смотри здесь я могу взять ну кликнуть вот так и он выделяет не лук по кругу видишь он там все да 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 можно вот а если мы выделим все нажмем control-t то все я лук никогда не выделим поэтому триангуляцию лучше сделать модификатором то есть она один фиг применится соответственно дальше поперлим вот это вот часть наверное давай лучше сделаем и так вот надо было наверное со швенграфом это прикладно не будем у нас же прям прям это лук только будет где сделаем швы соответственно тут делаем топ шок здесь делаем что здесь если откликнул два раза отличный делаем шоу шоу дальше и можно шоу сделать вот он н-гон у нас я чуть про него забыл так вот не говорили так не здесь давай вот этот уберем на сделанную до чем же то там будет на копырин шоу с той стороны с этой стороны у нас убираем все мы берем сюда чем начином сюда банки что так вот эта хрень на душу бросить по всему периметру ну и ради интереса теперь берем обычно короче ювишку нужно смотреть где она там ювишка вот он делает таким образом то есть если мы сейчас зайдем здесь настройки ювей ювей поставим галочку вот здесь вот они там не здесь подождите что перепутал а это есть вот тут в опциях юви и здесь life on в раб галочку ставим соответственно в тот момент когда мы будем шов либо убирать либо добавлять у нас автоматически будет развертка но для этого нужно синхронизацию включить вот сейчас она у меня синхронизирована таким образом смотрим здесь на ювишку но вот я беру короче шов ну просто вот шов где-нибудь ставлю мне он не сразу же и разворачивать убираю он не сразу тоже разворачивать шок убрал поставим лишь вот он показывает где поставить убрать да и он сшивает либо расшивать здесь мы видим что у нас сшита да мы прям здесь можем боевишки здесь выбрать давай будем выделять вертексом тентом и также у меня короче горячка одинаково я шел ставлю мне пересчитывать сразу же только я наверно неправильно сделал сейчас посмотрим а ну да тут у нас зачем мне только этот тело шов непонятно шок ты весь ниже соответственно вот этот шлифа не нужно там смотрим дырочка посередине дырочка посередине это у нас вот этот участок раз колечко два колечка это у нас два по периметру это у нас передняя часть собственно в принципе принципе можно взять чтобы прям вывод все красиво хотим что здесь выбираем но сделаем здесь небольшую фасочку и тогда запечется гораздо лучше на путь и чопать вам просто не поставлю в радио смотрим все собственно тут странный шейдинг ну тут вот эта фигня короче вот у нас получилась такая развертка но что-то у нас тут получилась когда-то хрень почему потому что файс внутри закрылся вот у нас получилась длинная колбаса собственно это не очень хорошо но факту по барабану вот но и лучше конечно это все порезать то есть мы берем сейчас так ты делаем разрезе но сделали разрезы и после этого вырубаем life and wrap чтобы он нам случайно на развертку не испуганил вот блендер умеет делать такую штуку здесь включаем life and wrap тебе развертки и делаем такую штучку так вырубку выделяем все отключаем синхронизацию у нас есть вот эта штука чтобы там это выровнять мы берем выделяем вертекс после этого нажимаем на кнопочку п он делает блин он пинит не решение загорелись красненькими после этого заходим вот тут вот в юве здесь есть алайн у меня настроена горячие клавиши алайн авто то есть он автоматически будет выравнивать автоматически каким образом происходит если он видит что они практически типа вертикально либо горизонтально то он их выравнивает относительно того как они примерно расположены то есть вот сейчас они таким образом горизонтально расположен нажимаем на счета лайне он нам их выравнивает в роли все соответственно мы берем теперь эту сторону пенни выравнивает вверх выравнивает вниз выравнивает собственно так вот это зачем я это пеню вот на этой раз кривушке не сейчас я покажу короче я ее поворачиваю приблизительно в роли и начинаю делать такую штук я выделяю вот этот вот вот этот участок который практически прямой выделяю скал пеню то что что такое то почему ты пропадает цены за пенил на вот соответственно берут следующую пеню и начинаю двигать по допустим иксу мне нужно здесь магнит сделать относительно вертекс и икс вот смысле двигать по иксу пеню икс пиню икс пинь чё делать то есть я могу взять запенить любую точку и не могу ее начать двигать и у меня соответственно вся эта штука будет пытаться там развернуться вровень соответственно мы очереди берем просто так вот и надо убрать по очереди берем и двигаем ее каждый вертекс но только спинном то есть хочешь прямой сделать да короче я пытаюсь это я тебе показываю как это можно сделать именно в блендере с помощью только блендера у меня есть аддон который делает то же самое только сразу же соответственно я беру соседние выравнивают здесь ни цирану здесь вверх выравнивают вверх выравнивают соответственно беру следующую мне даже не надо поворачивать я выделил лук нажал выровнять поэтому ну и все он собственно выравнивать соответственно мы берем этот край выравниваем этот край много выделил давай весь он не выравниваем под скидка на у нас вот соответственно с этой штукой брен таким образом таким же образом можно поступить здесь мы берем но вот этот он лишь нам нужно ли нам нужно вот это только не соответственно pinем нажимаем выровнять он выравнивать нам как-то там как-то как-то прям здесь проект переверну вот он на выравнен соответственно теперь но изначально лучше взять за пенить верхние из отилю книжнее верхней двигаем с магнитом и выравниваем его по какой-нибудь вот этому верх dz triggers и допустим соответственно тут берем этот вертекс этот версток также его выравнивать и чуть-чуть вниз на пустяки вот он чтобы она тут где-то можно включить еще потяги что было видно вот там где будут изменяется свет например на красный ну то есть вот он короче зеленый это плохо желтый это максимально плохо там ну как бы но бывает еще хлеще там переливы короче понятно каким образом работать вот соответственно этому все выровняли берем вот эти вот крайне вертекс и пенем выравниваем двигаем выставляем берем отсюда до сюда вертекс и выравниваем и выставляем по верху соответственно но чтобы такой вот фигней не происходило надо по очереди это делать то есть и запинил запинил чтобы они там друг друга не тянули и таким образом может спокойно выравнивать все так же вот эту внутрянку делаем выравниваем это делаем блин а как же она на текстуру ложится она уже короче мы это делаем для того чтобы нам сэкономить на людей пространство он офигенно ляжет вначале это все фигня матрас то же у тебя прямоугольный а лишь развертка какая получилась корявенькая так заворачивать такте я покажу как это будет любить все осталось собственно вот этом так у меня здесь опять эта хрень включена твик собственно вот такая штука берем это все и покоим и запаковать есть еще текстиль текстильном get set одинаково не сделала запаковать все папа шкаф джека лучше сейчас чуть-чуть подровняю так что чтобы не было приятно на это смотреть вот так вот собственно вот у нас есть развертка есть развертки вот чем мы делаем дальше у нас есть хайп олька ну ка на хайп ольке есть у нас текстуру да вот у нас есть это косячная альбольк косячная 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 почему косячная у тебя тоже косяк а я ее скорее всего не сохранил просто на молодец так берем первую берем вторую нажимаем бэйк за запись сохраним где кнопка бэйк запек понимаешь сейф то вот у нас они запечены это выключаем это включаем тут починилась короче у нас есть но полька есть хайп олька так так соответственно мы берем вот эту тему польку и и здесь создаем новый шейдинг шейдер создаем новую текстуру давай пусть будет тоже так же 2к 2 ой 2 0 и 4 8 блин а свет культуру становится так окей окей эту текстуру опускаем вниз так в каком время он не отживешь я у меня сейчас пол шестого я в челябинске челябинске челябинск урал блин короче бэйк бэйк мы сейчас будем запекать не свечение а будем запекать нормалку сейчас мы прям сделаем все бомбически первый второй выбираем то есть чего будем печь потом на что будем печь если мы сейчас напечем нормалку у нас тут должны появиться по сути артефакты так выбранного на этот нажимаем бэйк не должны артефакт появится на нормалке то есть вот в виде вот таких вот непонятных пиковинок то есть это не хватает кейджа соответственно мы заходим сюда и чуть-чуть увеличиваем кейдж вот нажимаем опять бэйк вот получилось что у нас местами все равно где то есть артефакты кей так макс рэй макс рэй дистанцию нужно сделать сейчас должно выравниться лучше лучше вот это мы запекли нормал мапу соответственно мы сейчас заходит надо ее сохранить давать сохранить как назовем тут поставим сохранить вот это у нас нормалка нормалка должна быть обязательно но он колор шрифта и тут ставим вектор нормалом там помочек цепляем сюда весь ковар в эту штучку и смотрим как у нас вот там видно сразу же вон в этом месте артефакт то есть это тут верхняя нынешний чуть-чуть запеклось как бы фигня все так что на цвет поменять чтоб нормально было если вот как он серенький у нас тут даже сладкий запеклись там еще учет так интересно у нас артефакт и артефакт и ну ладно или нет неладно ну ка давай все раз наденем все сделаем лик на посмотрю да тут прямо сейчас жить какая-то получится мы с их на тут вот вот здесь артефакты появляются короче туда нам только сделать майк у меньше про как это странно фишки полняются у у тут а это хайп ольга просит вылазит на хайп ольга скрыть короче как то так вот это мой нормал по запекли на вот нам нужно теперь байского создаем 5 соответственно и моих не такой же опускаем эту сюда выбираем хэй польку а у нас полька нормально тут матрас у нас на матрас но хорошо при течении свечения тесно берем хайп польку и лоу польку здесь запекаем свечение в этом плане короче блендер в плане запечки он не особо удобен тут кейдж нельзя менять на стоп не надо не надо но что в мармасете запекать надо сделать лоб пор муха и лоу поле и потом уже все то же самое делать нам на сеть или или мармасете делается свое поле там проблема в мармасете будет с изготовлением хайп поле нет а не понял вот у меня есть хайп олина я переношу мармасет только ха хайп оли из нее уже там делала поле или лоу поле надо в блендере делать новую польку ты делаешь блендере на среде ты только печешь а я понял блин почему он не меняет то я чё о-о-о красота вот еще ямочка осталось ну как так а косяк так уменьшение чуть-чуть но но мне короче тут нравится имейдж сохранить как и назовем это байс колор то есть просто значит здесь надо быть так сохрани а я блэнт файл сохраняя и мэйдж сохранить как цель цель сохранил соответственно мы теперь этот байс колор цепляем к байс колору здесь делаем активную нормалку и здесь нужно перепечи нормалку с этими же настройками лучше гораздо блин нифига нормал кашки фатчет как так-то но жестко причем если увеличивать кейдж ну-ка если поставить полторашку в марма сети есть такая штука ты можешь кейдж при запечке рисовать ручками они здесь вот эти циферки тыкать и тестово братья и запекать вот так гораздо лучше вот это вот место не нравится если сделать руку здесь больше солнца с лединочку как-то не влияет и чуть-чуть уменьшилась мне вот это желтая горизонтально уменьшилась на я за вот эти за углы тут очень близкое расстояние у нас между получается вот этим местом и вот этим она сама на себя перепекается вот а для того чтобы она сама на себя не перепекалась нужно зайти в марма сет и в марма сети там можно это отправлять сейчас интересы покажу как это делать сейчас наверное место на дискинг хватит больше записываю короче вот теперь вроде еще есть но вот вот наш результат короче вот результат короче запеченный матрас то есть у нас лоу полька на ней даже если сильно захотеть давай мы сделаем арафтус арафтус это у нас чем больше тем более шершавый металлик сделать пускай там бликует прям вообще пускай арафтусом вещь мы будем подчеркивать какие-то формы интересны то есть но это так чтобы понять как где какая форма но для свет кручу видишь у нас даже запеклось что-то там какие-то складочки марма сайте короче это происходит таким это блендер теперь давай ради интереса сделаем на массы так это мы оставляем если блендер вырубишь тут ресурсами я не тот не тот закрыл таким образом у нас есть хай полька есть лоб полька хронтен берем единственная короче проблема будет в том что хотя в принципе не будет проблем у нас же на хай польки для марма сета нужно чтобы у тебя текстуры были запечены вот то есть если ты захочешь там боевского запекать то соответственно нужно чтобы текстуры были сохранены а тут у нас download сохранены запечены то есть вот текстура у нас она запечена вот это вот на хай польки то есть вот вот на это первый раз не надо запекать блендере обязательно потому что то что ты настроил шейтинг в блендере он тяж едет хорошо в марма сайте ты повторить это не сможешь потому что это внутренняя хрень блендера марма сайте совсем другая политика марма сет тебе можно показать непосредственно материал ты там создаешь сам соответственно материал должен состоять из разных текстур и тебе нужно чтобы вот он хотя бы чтобы эта текстура была которая вот у тебя матрас показывает тебе хотя бы она нужна которая сделана по развертки так что для этого как вот мы сейчас там развертку сделали там запекли вот у нас есть хай полька есть лоб только на бред но но что-то запечено на 2 этот файл я хотел посмотреть куда текстуры скину сохранить как там вот все хорошо файл экспорт бэкс и пусть он будет называться вот так самое главное чтобы здесь у нас да у нас тут топа он брал а не применить скейлы файл экспорт мэкс этого перекидываем теперь запускаем марма сетку то есть получается марма сети голый голую модельку не не закинешь да она уже должна быть текстура ну сейчас мы видишь короче голая моделька она у тебя будет голая модель к максимуму что-то с нее сможет запечь это текстуры для текстурирования здесь мы короче делаем хлебушек хлебушке мы открываем папку загрузки здесь вот она последняя то что мы сейчас делали но вот у нас загрузилась загрузился куб загрузил это лоу боль к вот она нашего колька ну вот у нас хай полька вот она наших хай полька соответственно нам можно на хай польки там нас на хай польки мы какой я тут на хай польки материал материал 0 на леген вот сюда мы закинем сейчас карту которая у нас самую первую мы запекали это вот это вот матросняк запекся который мой первый запекли хай поле которая была запечатана это хай полька вот мы ее скрываем показываю теперь глоб польку вот у нас лоу полька на лоу польку я в принципе могу тоже накинуть матросняк который мы запекали в блендере вот это color вот он color тесно давай пока скроем его и можем взять нормалку которую мы пекли в блендере то есть вот он вот эту нормалка вот она дает видишь рельеф помятости какие-то там но при этому там артефакт вот вот она будет выглядеть таким образом хорошо хорошо клево клево теперь причем соответственно марма царите это все пока давай как бы как крестик на нажать и тут и тут мы будем печь мама с этим нажимаем здесь соответственно выбор того тут по-любому надо ставить 64 тут 16 бит на это мы ставить не будем тут поставить какой-нибудь сглаживать пускай будет хотя бы один дай блин один вот танген какая все поехали короче здесь нужно изменить текстуру я не хочу такую я хочу чтобы это был пангешка нг и нажмем ее ну давай 120 как всегда короче вот и делаем но здесь мы можем посмотреть кейдж вот у нас кейдж по всей модели но там видишь и мы видим что он вот здесь вот в этом месте вот тут он лишь перехлёстываться вот мы здесь можем кейдж чуть-чуть уменьшена он все равно здесь перехлёстываться будет тут как бы будь этого не избежать но так ранее интересно мы сейчас посмотрим что можно сделать будет то есть если мы дойдем до какой-то стадии до какого-то момента то в принципе вот если сделать вот так то кейдж у нас в этом месте нормальным и в этом месте тоже видишь я его визуально вижу я не сижу там и наугад не тыкву эти циферки дурацки вот теперь я белых бэйк нажимаю control b он не печет что-то там печет он мне соответственно текстуру одну вот она нормалка выбрана дальше нажимаю вот эту п и он не делает превью того что у нас запеклось у нас хреновая тучи каких-то разных артефактов я могу эти артефакты соответственно поправлять каким образом это конечно же с этим матрасом память оффсет это непосредственно я буду сейчас рисовать кейдж увеличиваю текстуру до 2к как подожди закрыть самое главное я же вот здесь настройки бэк бэйка я бэйком я 24 еще раз поинт 2к не делаю беленькую с помощью белой кисточкой я буду часа поднимать кейдж начиная мазюкать прямо там видно что он немножко начинает шевелиться ты промазывал те места где я хочу поднять после того как я пустил кисточку так флоу максимально пуском у меня здесь нужен не любви ничьи от того как сделано хай полька очень многое тоже зависит от сет можно чуть-чуть общий приподнять от того как ты сделал эту лоу польку насколько ты ее качественно дать борьбу их а нет лоу польку то есть лоу боли если она хорошо хорошо подогнана под хайп ольпу она у тебя запечется лучше но это короче жесть вот тут проблема будет вот именно в этом месте тут как не крути будет проблема принципе сильно так вот именно в том месте в принципе ну не сильно и как бы это ночью вот тут можно кейдж поднять тут кейдж то есть там где ты мазюкаешь мы сразу убираем артефакты и мы визуально видим что мы их устраняем то есть вот это артефакт это то место где у нас хайп олька то есть она сейчас у нас скрыта вот я могу показать то насколько хайп олька вылазит за лоу польку я сейчас лоу польку скрою и вот эти вот места то есть вот кейдж она в каких-то местах за кейдж и выходит то есть вот видишь сильно тоже показан соответственно она за это место просто выходит только скроем а тут я просто конкретно это рисуем не все тем самым кейдж поднимаем да мамус это интересная в этом плане или ты визуальные видишь не артефакты тоже без ну как бы я понимаю что в принципе он теперь как бы не нужен но просто дойдем хотя может быть и можно перевернуть будет где-нибудь замотанный матрас ну да мало ли короче вот еще косяк есть может бюрер его таки ну может еще что-то вот чем короче еще марма сет приколен тем что вот смотри я сейчас настроил кейдж его подмазал до какого-то но он меня вполне устраивает сейчас ну видишь я туда уже подлезть не могу там в идеале то понятно но там можно короче грилюку намазать и уже эти места не будут видны либо уже в собственности можно там подмазывайте нормалку и плечо пошевелить вот я нарисовал кейдж все я теперь это закрываю нажимаю бейк в control b то у меня печет запек я теперь честно на этот перехожу в бейк мод вот вот у меня получился матрасня да со всякими складочками совсем все чистая запечка все клево все замечательно теперь я могу опуститься вниз и запекать значит пент окружен курватуру зайти в конфигурацию здесь еще обычно можно запекать тик на свет и толщина она используется иногда собственно спинтере если ты будешь красить вот и самое главное у нас же там есть еще базовая текстура текстура цвет мы можем запечь и и и а вот она альбедо соответственно вот у нас есть альбедо сейчас мы нажимаем нормалка запечена можно галочку убрать нажимаем control b и пропекаем все текстуры какие только есть то есть она за один раз он за один раз пропечет нам все текстуры вот пропеклось мы опускаем сервис нажимаем превью и он нам показывает косяк остался будешь вот мы нашли костюм к собственно раз мы нашли костюм к он незначительный можно взять спокойно и пайнта все тут подмазюкать немножко нажимаем а у нас нормалка не перепекается короче там есть режим который автоматически и держит теж где же он а ну вот это помогли как нет 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 пиксель блин блин а где я забыл уже короче ладно control b перепечет сейчас это место все артефакт убрали вот мы по факту получаем матросин вот она у нас запечена сразу же видишь тут затемнение есть то есть уже тут запечен блин вообще нифига сколько тут еще соответственно фишка в том что видишь я бы ты запек на ложку и начал видеть гораздо больше естественно я прям сейчас по этому всему опять по мазюка тут еще можно было увеличить размер кисточки прям прямо сейчас расскажу с картошку все замазать помочь все пропеклось все чисто все хорошо снизу нет артефактов сверху нет артефактов все клювенько с этой стороны покрутим по верхам там в глубине нас вообще ничего не интересует там есть а это скорее все это перехлёст и соответственно видишь переклёст то есть мне нужно по идее обцвет наоборот уменьшить в этом месте есть вероятность нифига нет вероятности почему-то не по контролу ох ты ничуть как интересно то есть это можно под фикси на жена отлично прям сейчас я делал прям красоту какую-то наложу бы не все и на выходе у нас есть матросняк хороший чистый с текстурами все соответственно эти текстуры сейчас у нас уже готовом виде в готовом виде у нас существует лоу полька есть хайп олька давай перейдем сейчас блендер ради интереса вот только файл экспорт bx и дети назовем как под цифрой 3 экспорт сам заходим substance painter пинтер файл новый действия пинджей по моему будет у нас выбрать нужно выбрать матросняк да вот это жадов скидал панта но он стал дать передовов ски вы купили его ненавижу думаю понимаю но блин короче они чего-то хоть привносит это радует так и теперь загрузки 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 мы берем он у нас есть альбедо есть ложка есть курватура есть нормалка курватура это что означает эта карта сейчас покажу я так вот мы берем здесь текстуры здесь это так все вот они записать закинули суто эти карты соответственно нормал в нормал вам нормалка отобразилась у руку в и амбент окружен в амбент окружен чик чик уже произошло какое-то там затенение соответственно тут мы сразу же создаем слой этот утряем создаем новый заливочный слой новичный ливочный слой у нас базовой покраской будет вот на базовой у нас текстура будет а шероховатость как добавить но чтобы она не блестела обыкновенного трав нас накрутил шероховатости металлика соответственно нет нормалку мы не рисуем карты высот давай вот короче мы теперь создаем здесь заливочный слой так заливочном слое у нас допустим будет какая-то шняга какая-то шняга которая будет какого-то цвета там давай мы хотим там сделать ее ну вот она немножко розоватой так при этом она у нас будет немножко повыше то есть высота у нас будет повыше и а повыше она у нас будет на ну и буквально не немножко черную маску и блин розовый это странно давай сделаем вот такого цвета непонятным черную маску и в черной маске делаем рисовательный слой не поехали вот у нас в этом месте в этом месте кисточка уменьшись из канал вот так в этом месте у нас будет точка там хотел но смотрел в этих дырках ну там как бабочка не бабочка кому ткани нарисовать надо и вот это она будет на этом на текстуре такое да вот короче вот я сделал такую шляпку даром какие-то эти подожди я могу зайти и либо увеличить хейт либо уменьшить хейт то есть и вот это это как будто будет смотреться как ямка то есть если мы по освещению посмотрим будем крутить освещение будет смотреться как ям так это будет выглядеть как будто на душе не надо на возвышении только каких-то полосочек там по добавляю что было но но уже что я как бы те просто так ради интереса ткнул я могу колы вообще отключить и будет вот такая вот шляпа то есть обычные там ляпки потом грубо говоря это нарисовано все одним слоем до одним нажимом я могу взять и изменить там кисточку на беру кисточку и делаю ее с углублением чтобы она была вот такая то есть если я сейчас ей пахну она сделает как будто бы короче возвышение будет выглядеть как бонус какой-то который сверху я могу инвертировать и она мне сотрет вот эту штуку и сделать ямку вниз как будто бы туда затяжка после после этого я могу взять и например добавить там какой-нибудь но если я короче этот слой добавлю то он мне добавить цвета мне цвет не нужен мне нужно затенение соответственно я беру и создаю там а вы задавать новый заливочный слой на котором будет затенение соответственно это будет чуть-чуть потемнее надо сделать вот так она и соответственно остальные слои я просто все вырубаю опять-таки создаю соответственно маску и при этом я вот из в этой маске короче кидаю якорь сюда то есть вот тут право кнопка мыши добавляем якорь а в этой маске я создаю заливочный слой блин заливочный слой маски а в маску эту я кидаю якорь банк не у меня получается что она таким вот образом делать а мне так не надо это он мне а мне нужно сейчас якорь не инвертировать когда ты когда ты сказал не надо ты мне напомнил шпака из двенадцать стульев ой двенадцать рубля деда иван васильич меня профессия короче вот таким вот образом и теперь сейчас это у меня текстура она сейчас какая посередине черненькая снаружи беленькая соответственно мне нужно взять все залить черным все залить черным на перец и филом если это пока выключу мне нужно взять какой-то слой 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 ну-ка если я сделаю заливку заливку все сделаю черную так эту заливку опускаем вниз включая это у меня получается такая белая шляпка с черной шляпкой теперь если я инвертирую то у меня получится такая шляга это чуть-чуть что-то не то соответственно не нужно взять и вот это наложение а вот вот этот слой мне нужно сделать белым максимум так а этот слой не нужно взять и изменить режим наложения о беленькая черный так интересно сделаешь так блин а мне нужно чтобы белый к ногу хреновый салат получится да ну давай накидываем вверх то делаем так отлично сейчас нам учим не в этом месте надо ластиком стелить это мне фил да мне весь заливочный слой у него нафиг не нужен мне тогда нужен слой рисовательный и в рисовательном слое мне нужно взять вот эту фигурина и короче бабахнуть мне прям по всей модели черным цветом черным цветом дальше карандаш в этом месте стираем следовая беру карандаш и карандаш он подрисовываю здесь чернотовок на щеку придумал что что это дает это маска маска мне делает затенение то есть она делает черный цвет блин можно было конечно просто взять ткнуть в это место или покрасить но я вешал не защищает для чем-то он соответственно вот у меня такая штука получилось да если я сейчас здесь вот по краюшку тихонечко пройду вот так вот она мне нас даже не этим нужно кик ластиком пройтись если я буду ластиком вот так вот стирать то властик не даст затенение именно вокруг этой ляпки вот про кляпки на такая штука мне нужно можно размылить все это дело а делки-моталки можно вот так небольшое затенение в этом месте на резкий переход какой-то получился ну понятно что ниша но я уже вот сейчас матросняк посередине можно дать еще пипку соответственно если мы сейчас туда пипку пипку мы нарисуем прямо здесь а у нас это возвышение у нас тоже нарушение белым цветом это возвышение соответственно мы берем выкручиваем максималку матрас блин а в блендере ты вот такое делать ну можно конечно нарисовать но как бы тут получится гораздо быстрее даже если взять и то есть тут сейчас нет ощущения того что это ткань собственно тебе нужно будет например накинуть и чтобы было ощущение того что это ткань соответственно делаем нет нет нам нужно сделать это ткань 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 покажи мне все бублитетики покажи мне материал ну пофигу пусть будет такая короче кина и соответственно таллинг припаять и уже как бы он преобразится будет гораздо поинтереснее смотреть фактурка с такой на джинсу похоже ну понятно я сейчас 1 пока что ткань схватил конечно она будет похоже на джинсу не заморачиваюсь можно поправить какую-то другую ткань накинут просто взять подобрать по выбирать покрутить и может быть как то есть просто чтоб какой-то пока какая-нибудь фактура что появилась чтобы так вроде неплохо ну да то есть вот она в чистом виде будет выглядеть как мы с помощью чистого вида можем направление выбрать какой-нибудь дальше опускаем вниз чтобы она не влияло на базовый цвет не все базовый цвет у нас получается вот здесь мы можем взять этот базовый цвет и через смешение как-нибудь туда закинуть можно тут и это будет здесь менять цвет вообще пола сковора как что походу этот колор не меняется можно попробовать взять накинуть так здесь норма выкрутить базового цвета чуть-чуть в сторону куда-нибудь чуть-чуть в сторону идти и можно даже через смешение пройтись с какой-нибудь модель где-то интересное что-то и будет и так но он уже будет интересен смотреть то есть он даст какую-то фактуру то есть и высоту и грубо говоря если нормалку на нормалка прям это будет жестко жестко высота высота на капантаст не сильно а нормалку но в принципе можно взять зайти в нормал и нормалку чуть-чуть убавить то есть обычная нормалка она почище чем хейт но опять же тут в принципе тут и высоты хватит можно и при этом мы здесь получается вот он базовый цвет изменен здесь карта высот не видно почему-то шероховатость то есть даже шероховатость изменилась то есть это тоже база но как он одна из текстур путь раканс видишь он поменял то есть вот без него вот с ним то есть он уже будет как-то играть с окружением металлик понятно чтобы тут нету а вот он вместе нормалка вместе с картой высоты то есть вот обычная нормалка вот карта высоты все и кому можно чуть-чуть не куда-нибудь подкрутить тесным также не направлению посмотреть вот стану чуть-чуть ног блин вроде бы так что как бы изучайте софты а ну и вот этот косяк в принципе тоже можно подправить тоже вот это все но это нужно уже брать и подмазывать это ambient окружен то есть это запекся бент окружен вот это тут лишь два пятна них можно их можно взять грубо говоря где он у нас вот и на а уж к вот а уж к вот можно ее спокойно там открыть фотошопе обожаем фотошоп фотошоп что-то блин тупит не по-детски вернее как тут не по-детски в каком смысле вообще любой продукт дубы у меня он кроме плеера первый раз запускается все хорошо примеру да вот я работаю все только вышел второй раз запускаем не ошибку ошибку выдает но xc 0005 шо мне уже только не советовали я блин и анрилу энджин не могу за этой фигни по установить себе изучать unity устанавливается анрил нет но вернее как он устанавливается но вот блять не выдает эту ошибку кто уже мне и память говорил по меня и виду ху поменять причем тут память и виду х при при том что я три компьютера три компьютера разные дел на разные windows windows и устанавливал блять она и та же ошибка такого быть физически не может даже качал официальную винду с майкрософта через их не уже программу не один с хер что делать не знаю что-то нафига блин такое подбираешь мне это блин не чернота нужно он не высветляет зачем-то что за блин у шлепок так штамп может штамп поможет а пойдет нужно штамп штамп поможет тоже разочувствует сам раз мы можем почему-то меня максимально целую туда это блин что прям давить на стелус ну машин а ну да у меня же стилус вот а если сейчас штампик возьмем отсюда вот так мы знать сейчас выровнять немножечко по идее так теперь на на пробел нажать перейти в другое пятно здесь выбираем штамп сюда мазелка здесь на раме сюда мазелка а вот это еще с наушку стил штампиком подмазываем тут там подмазываем очень сработал как же тут я уже изучился photoshop вот так вот вот и тут две два пятна огромных штамп с альт-клик сюда мазюка замазываем бумажа пойдет блин не особо конечно здесь посветлеть все теперь сюда тебе уроки записывать надо особенно с таким матрашем как я сделал так где эта кнопка то обычно смотрел где-то эту развертку покажет на квадратных предметах на кубических за самая простая развертка ее ребенок сделает а вот на хорошем на интересном объекте не найдешь нормально врачу вот такая вот штука давай чем-то это место почистим прям пятно чтобы кто-то было так можно это чем все а теперь будет офигенно так павел сохранить закрываем переходим substance здесь нужно найти нас в текстуру желательно ну короче вот это вот она дамушка релотом и теперь заходим в базу и и перекидываем сюда убью партия обновилась но там он еще косички остались но как бы понятно уже все идеал там ничего не светится в глаза ничего не бросается на текстуру почистим готова ну теперь это делаю все остальное и присылай мне это не халявь короче нужно самому повторить все то же самое что я сделал для этого записывал ну да можешь останавливать такая штука